Почти без денег и вещей удрученной пропажей чемоданчика с партитурой седьмой симфонии. Именно здесь, в стенах 81-й школы, поселился Дмитрий Шостакович. А по соседству, в классах, разграниченных старыми простынями и одеялами, жили артисты Большого театра. В Куйбышев приехали 600 артистов Большого театра вместе с семьями. Здесь они давали премьеры и ездили по госпиталям. Пристанище они нашли в школе номер 81. Занятия здесь отменили. В каждом учебном классе жили по 4-5 семей. В такой суматохе сложно было найти что-то из вещей. Поэтому Шостакович думал, что навсегда попрощался со своими наработками по знаменитой седьмой симфонии. Но позже соседи приноровились, обустроили быт, по вечерам собирались все вместе, делились едой, общались. Еще позже пропажа нашлась. Но для работы над музыкальным произведением Дмитрию Шостаковичу все же понадобилась отдельная комната, и он ее получил. Вместе с семьей они переехали в дом на улице Фрунзе. Школа 81 и ныне помнят эту богатую часть своей истории. В школе эту память очень бережно хранят, потому что мы доподлинно знаем, в каком классе, в какое окно смотрел композитор Шостакович, где репетировали Козловский и Пешинская. В школьном дворе вы создали атмосферу военных лет, и здесь вновь прошла репетиция артистов Большого театра. Сегодня на репетиции предстают потрудиться. И даже премьера. Выступления артистов, как и полагается, вызвали интерес зрителей. Среди зрителей ученица 10 класса Лиза Батаева. Девушка закончила музыкальную школу и сейчас сама пишет музыку. Признается, когда узнала, что учится в здании, где когда-то жил и творил знаменитый композитор, вдохновение прибавилось, но вместе с ним и ответственность. Чувствуешь эту атмосферу, когда, например, тебя называют в концерте, выступают с собственным сочинением, ты выходишь и чувствуешь тепло. То есть у меня нет никакого страха. То есть я сажусь и ощущаю эту теплую атмосферу. Узнать больше про историю жизни артистов Большого театра в запасной столице можно в 81-й школе, посетив выставку до конца ноября. Мария Леевна, Николай Сидоров. События.